В этом видео я собрал всю информацию, которая предоставила нам СМИ по ситуации в торговом центре в Кемерово. Но сначала я хочу вам кое-что показать, чтобы вы просто это знали. Дима Полухин, 17-летний парень, спасся сам и выиграл троих детей с пожара. Он специально за ними вернулся и искал их. Я считаю, что люди должны знать своих героев. По данным СМИ количество жертв равняется 60 погибшим. Из них опознаны 23, а поиски 4 еще продолжаются. А 13 человек находятся в больницах. По неподтвержденным данным, которые разлетелись по всему интернету, количество жертв возросло до 500 человек. Короче, 170 уже привезли трупов. Там погибших, внутри, около 400 человек. 355. Это МЧС передает. Также я наткнулся на вот такую информацию. На фото можно увидеть количество купленных билетов на сеансы во время пожара во все три кинозала. И если опираться на то, что говорилось ранее, а именно, что двери в кинозалах были заблокированы, то жертв тут будет явно больше 60. Следственный комитет подтвердил, что пожарные выходы были заблокированы, и люди просто не могли выбраться. Но что страшнее, Следственный комитет России сообщает о том, что сигнализацию мог выключить один из сотрудников ЧОПа. А вот что на это ответил начальник того самого ЧОПа. Мой сотрудник Антюшин как раз сидел на пульте охраны. Он единственный мог бы отключить сигнализацию. Антюшин позвонил мне и сказал, что сработала тревога. Я пришел к нему. Он ничего не отключал, да и я тоже не трогал. Я все сделал четко по инструкции. Когда я собирал информацию для этого ролика, в интернете я нашел еще пару моментов возгораний, но уже в других ТЦ. В Белгороде загорелся ТЦ «Спутник дом», но обошлось без жертв. Также пожар произошел в детском реабилитационном центре в Подмосковье. А в Грозном загорелась крыша жилого дома. И все это примерно в одно и то же время. Слава богу, что везде обошлось без жертв. А также за эту ночь появилось очень много фейков, от которых страдают невинные люди. Например, на этого парня набросились и начали его травить. Он попал на видео с камер наблюдения, записавших начало пожара в Кемеровском ТЦ. Который якобы что-то бросил в мусорку, а после этого начался огонь. Парень отрицает все обвинения. Или вот, фотографии хромой лошади. Многие приняли это за фотографии того самого торгового центра. Но снимки были сделаны еще в 2009 году. Также сейчас появляется очень много версий, почему произошло возгорание. От детской шалости до теракта. Как позже стало известно, Тулиев даже не соизволил съездить на место возгорания. Говорит, что он руководил процессом возволения людей из огня удаленно. Он заявил, что родственникам погибших выплатят 1 миллион рублей. Также владелец холдинга КВД Групп. В него входят бренды Кири Ешко, Трикорочки и другие. Денис Штенгелов заявил, что семья погибших в ТЦ Зимняя Вишня будет выплачена компенсация по 3 миллиона рублей на каждого человека. Все затраты на лечение и психологическую реабилитацию пострадавших я готов взять на себя. Мне очень хочется, чтобы люди не играли в сломанный телефон. Ведь, например, то видео, на котором был запечатлен парень, о котором я говорил выше, просто пострадал из-за того, что неправильно истрактовали. Также мне хочется обратиться ко всем тем, кому не безразлично то, что произошло в Кемерово. Не нужно ставить на аватарки и выкладывать фотки со свечами. Вы этим вряд ли кому-то чем-то поможете. Помогите любыми другими возможными методами. Создан официальный фонд сбора средств для всех пострадавших, куда можно перечислять любые суммы. Также вы можете пойти сдать кровь и, возможно, вы спасете чью-то жизнь. А если вы стали свидетелем того пожара, то можете пойти и рассказать об этом следственному комитету. Они призвали обращаться всех, кто был свидетелем того пожара. А если вы проживаете в другом городе, то просто помогите распространить информацию, как и где можно помочь. Все ссылки и номера телефонов я оставлю в описании. Просто ваши фотографии и аватарки со свечой вряд ли смогут чем-то помочь. Пройдет пару дней, они уйдут в ленте вниз и про них все забудут. И мне очень интересно, что в итоге все-таки скажут СМИ. Я повторюсь, все ссылки будут в описании. И еще раз хочу сказать о том, что берегите себя и будьте бдительны. Брокш, пока. Редактор субтитров А.Семкин